Всем привет! С вами Алексей, вы на канале Сантехстово. В данном видео хотел бы вам рассказать про благоустройство непосредственно же ванной комнаты, совмещенном с амурсом. В данном видео у нас будет такой довольно интересный проект. У нас будет два встроенных бокса, вот таких вот планов, вот такого плана. Вот этот бокс это будет на два выхода. Один будет по лейку, второй будет по верхней тропической душе. Вот этот бокс чисто только будет набор ванну. Почему два? Потому что если покупать, например, один цельный бокс, ну, грубо говоря, именно с тремя наборами, то он стоит колоссально денег. Вот таким вот образом можно как бы сэкономить. Здесь еще такой вариантик, что удобно как для монтажника выставлять его уже по уровню. Вот здесь такой уровень и будет удобно выставить. Так же самое и с этой стороны. Вот. Но сейчас речь пойдет не об этом. Чем у нас еще интересен именно этот проект? Что я его буду делать человеком, который меня в свое время очень много чего научил, вот, и помог как бы выбиться. И мы будем работать сегодня вместе. Я думаю, что работа будет интересна и несколько раз быстрее. Кстати, вот этот человек. Вот. Очень много чего действительно научил. У нас будет инсталляция фирмы ГРОЙ. Вот. Чем она удобна, что здесь вакуумное нажатие. Вот. Без всяких этих клавиш и тому подобное. Как бы. Ну, бесшумный набор. Про нее рассказывать я не буду. Я думаю, что все уже знают. Мы на этом объекте переделывали канализацию. Здесь, если видно, да, вот, выходы. Здесь у нас будет под умывальничек. Потом я в дальнейшем покажу, как оно будет выглядеть. Вот этот выход под стиралку. Видите, здесь уже все это спрятанное. Вот это будет под ванной угловой. Ранее вот эти вот все эти выходы у нас уже были выведены. Сейчас мы будем делать уже черновую раскладку уже именно воды. Здесь, если видно, вот таким вот образом заведено на несколько этажей водоснабжения стоять. Вот. Вот этот вот узел мы будем переделывать. Устанавливаем нормальные этаповские экраны. Вот. Так же самое заменим с водопильтером и американки. Здесь у нас будет стоять инсталляция. Здесь будет угловая ванна с верхним тропическим душем с набором ванны. Вот. Здесь стиральная машинка. С этой стороны будет умывая. Трубу непосредственно уже от щечка будем ввести 25 диаметра. Для чего это будем делать? Для того, чтобы не заужать диаметры. Потому что здесь будет очень много потребителей. И здесь у нас только холодная вода. Горячую воду мы будем брать. Сейчас я вам покажу. У нас здесь будет стоять вот такая вот колоночка. Она будет у нас стоять вот на этом месте. Тоже подводы мы не будем делать шлангами. Мы будем делать на жесткой сцепке. И так же самим будем зашлабливаться в стену. Поэтому мы делаем 25-ю трубу. Для того, чтобы не было потери уже давления. Чтобы у нас был нормальный разгул. Весь процесс работы я показывать не буду. Буду показывать постепенно. Вначале подготовку и окончательную работу. Так что не переключайтесь. Ну вот процесс подготовки уже завершен. Подготовили, сделали штропы под наши боксы. Вот примерно такой вот плавный. Но будет все выглядеть. Здесь вот это будет для набора на ванну. Ванна у нас будет углубная, как я говорил. А этот у нас будет уже под верхний тропический душ. И под дверь. Здесь осенина. Есть для смесителя. У нас все будет на одном уровне. Вот этот смеситель и тот. В одной плоскости. А этот уже будет переключатель для набора либо желейки, либо же тропического ниши. Дальше мы уже здесь, как я говорил, для стиралки. И этот выход будет умыванием. Инсталляция уже закреплена. У нас стоит жестко. Дальше уже обращается каркасом. Навесится гипсокартон. Кстати, может кто не знает, инсталляция обшивается двумя слоями гипсокартона. Потому что есть такие деятели, которые делают один слой, а потом еще сюда заложат рифленую плитку. И потом получается так, что этот горшок при нагружении трескается плиткой, либо же проламывается гипсокартоном. Сейчас повесили мы. Это здесь. Установили мы колонку. Сделали здесь два крана с американками. Здесь, если видно, у нас стоит муфта. Тоже много кто не делает, сразу напрямую вкручивает краны. Скажу, чем это удобно, что если вы захотите демонтировать колонку, вы открутили американку, то вы ее спокойно демонтировали. Также у нас не надо будет думать, чем заглушить эти выходы. Вы просто краны перекрыли, и вода уже у вас течь не будет. То бишь, никаких неудоб в дальнейшем не будет. Тоже кажется мелочь, но приятно. Вот, сейчас будет у нас распайка, уже труб, и завершение работы. Так что, смотрите дальше. Вот что у нас получилось. Мы выставили бусы, еще только осталось их выставить по уровню. Вот, здесь, если видно, пузырек у нас ровненько смотрит по центру. Вот, ну еще надо будет как бы это зафиксировать. Выход под умывальник. Все стоит по центру. Мы это все зафиксировали и запенили. Вот так у нас эта раскладка. Здесь еще будет лежать пятенка пеноплекса, и 5 сантиметров будет стяжка. Вот. Здесь, как я и говорил, 25-й полипропилен. Вот, сразу же стояк тоже 25-го. А дальше уже у нас переходит с 25-го на 20-й, если здесь видно. Тонсуляция тоже уже стоит. Выход по тропический душ. Выход под стиралку. Вот так у нас все в целом получилось. Сейчас я покажу на кухне. Вот. Мы уже тут так же здесь. Здесь, если видно, идет 25-е. Вот, а дальше переходит на 20-ку. Здесь пошло 20-м полипропиленом на колонку. И 20-м уже выход под мойку. И вот так только будет выходить с колонки. Вот так вот у нас все получилось. Так что, если вам видео было полезно, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Суть нашего канала не показать, какие мы охеренные специалисты, а показать именно то, как можно сэкономить, как сделать все своими силами. Так что, если кому-то что-то будет интересно или непонятно, всегда можете написать. Мы ответим на любой ваши комментарии. Всем пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok